Лирическое эссе об аборте легальном стерильном медицинском Автор рассказа Андрей Ломачинский Ну вот и случилось. Вы залетели, моя прекрасная фея. А красавец-мужчина, биологический соавтор, папой быть совсем не рад. Похоже, решение принято окончательное и бесповоротное. Вы подумали чуть-чуть, может даже поплакали в подушку и вынесли окончательный вердикт маленькому созданницу, беззаботно плавающему в нирване где-то там глубоко в ваших недрах. Приговор гласит, жизнь собственного малюсенького ребенка прервать путем четвертования и без всяких философий и морализаторства. Ну и правильно, детей надо губить, нас и так шесть с копейками миллиардов на планете. Но запомните, мой ангел, конечное решение всегда принимает женщина. Изнасилования встречаются сплошь и рядом, а вот насильные аборты, я честно сказать, с такими не сталкивался. Тут уж без сомнений добровольно ноги расставляете. Поэтому подпись на приговоре всегда ваша тонкая и ранимая женская душа. А значит завтра это и произойдет. И анализ крови уж сдан, и моча в порядке. Пора в Сочи на три ночи. Но это мы на работе, так скажем. Знаю, знаю, какая сложилась гадкая ситуация. Да не рассказывайте ничего, и так понятна вся безысходность, и так ясно, какое дело дрянь, и что случай из ряда вон, а не как у всех. Но не имеете вы права из-за этой глупой ошибки самой себе, ему и всем своим родным жизнь портить. Разве я осуждаю? Разве я вам что-либо советую? Да нет. Просто хочу вам напомнить, сколько баб даже после золотых рук профессиональных абортмахеров в суперсовременных клиниках детородную функцию навсегда теряют. Но какой мастер даст гарантию, что отшкребет он стенку вашей матки на нужную глубину? Ведь достаточно чуть-чуть перебрать, в смысле копнули глубже, чем следует, и восстановление полости пойдет по типу фиброзного рубца. Но не растут цветы на бетоне, не селится яйцеклетка на рубцах. А если миометрия и мышечная стенка матки оголилась с двух сторон, то возникнет синихия – сращение полости. Зато какая возможность для внематочной или околоземной беременности открывается? Что такое внематка, вы, надеюсь, наслышаны. Хотя иллюстрации ради пару случаев опишу, а потом уж вкратце расскажу, как ведет себя плацента, присосавшись к шейке. Внематка трубная. Абортик хорошо перепахал матку у выхода трубы. Зажило все, умостилось рубцовым булыжничком, а сам выход на мостовую сузился. Думаете, что начавшая делиться яйцеклетка дура? Совсем нет. Ты не смотришь, что ее размер как ушко игольчатое, и весь ум будущего гения заключен пока в сотне клеток. Он, она уже хорошо знают, что им надо. А надо им срочно имплантироваться, вжиться в мягкие ткани. А раз матка напоминает пустыню после ядерной войны, то приходится довольствоваться малым. Детка пробует прижиться в трубе. Это легко удается. Все тесты у такой беременной в норме, зародыш в материнскую кровь, весь положенный набор гормонов выделяет. Только вот в один прекрасный момент становится ему тесно, и труба рвется. Кровушка быстренько хлыщет в мамина брюхо. Ситуация неотложная. Как можно быстрее такая женщина должна оказаться на операционном столе. Ну а там уже дело техники. Сосуд перевязывается, а маточная труба с горе-ребеночком, любителем прятаться где не надо, летят в тазик для хирургического мусора. С перепаханной маткой и одной трубой вы еще надеетесь родить? О, вы неисправимая оптимистка. А сколько тех, кто при таких симптомах вообще о беременности не ведают и решают обойтись баралгином с тройчаткой-петерчаткой. Ну какая мелочь внизу заболела. Наверное потечет скоро подкладку по толще тампокс в ридикюль, таблетку в рот и по делам. А потом их привозят к нам, молодых и красивых, заснувших в вагонах метро и на автобусных остановках, с книжками лирических стихов и дорогой парфюмерией в сумочках, с нотами и цветами, извлеченных из закочневших рук, скрипками и трубами чертежей, подобранных рядом. В нетрубная, в нематочная беременность. Но это когда зародыш шустрый попадается. Коли в матке на месте назначения послеабортный лунный пейзаж, то подобно Колумбу отправляется наш юный герой путешествовать в неизвестное. Я вот, например, хорошо помню труп одной 23-летней проводницы, у которой зародыш имплантировался в печень, и там умудрился развиться до весьма приличных размеров. Правда, этим он и убил свою маму. Печенка оказалась вкусная, и плацентарный хорион зародыша так глубоко в нее въелся, что перегрыз крупные кровеносные сосуды. Понятно, что сам ребеночек ничего не грыз, а смиренно плавал в жидкости амниотического пузыря, соединяясь пуповиной с плацентой-кормилицей. Вот она и грызла, выделяя растворяющие ферменты в ткани печени. А что будет, если зародыш как Амуцин окажется? Тот до полюсу дошел. Вот и наш малолетка возьмет и мужественно преодолеет все торосы послеабортной маточной Антарктиды. И ведь за труды свои найдет он себе землю Санникова. Его ждет теплая, мягкая и плодородная почва зева, что у самого нижнего полюса матки. Там он и поселится. Беременность поначалу совсем нормально протекает, а вот в конце, вне зависимости от судьбы плода, основное женское богатство надо безжалостно резать под корень. Точнее, под свод влагалища. Без надлагалищной ампутации матки женщина неизбежно умрет от кровотечения, когда неправильно прикрепленная плацента разгрызет маточный зев, отслоится и пустит мамке кровь потоком. Поэтому не будем дожидаться такого финала в виде молниеносного эндшпиля. Заранее повезем женщину в операционную. После этого родить уже, конечно, невозможно. Куда рожать-то, если рожалки нема? Спасибо, сама жива осталась. Если осталась. А ведь причина проста, давным-давно забытый и, казалось бы, благополучно перенесенный, такой невинный аборт. Мелочь. Попутно расскажу три медицинских байки. За полную достоверность не ручаюсь, ибо этих случаев я лично не видел. Все на тему послеабортных осложнений. Первый случай произошел где-то в российской глубинке, где зародыш присосался к большому сальнику, и женщина пошла к врачу на 23 неделе. От того, что шевеление в брюхе замучили. А до этого момента селянка все пыталась гонять у себя глистов народными методами. А вот два следующих случая вроде где-то в мировой спецлитературе описаны, как казуистика. Так или не так, мне искать лень. В Австралии один печеночный имплантированный зародыш аж до 28 недель дожил. Так там вообще смех. Тетку благополучно прооперировали, изъеденную печень тампонировали, а ребеночка перевели в отделение интенсивной неонатологии, и там выкормили. Потом отдали мамке родное нормальное чадо, никогда не бывшее в матке. А вот в Калифорнии что было. Там зародыш у мужика в члене оказался. Вроде как вывалился зародыш во влагалище из послеабортной матки. А во влагалище среда кислая. Для зародыша это как газовая камера. А тут вроде как половой акт происходит. Причем у мужика было обострение хронического простатита. Больная простата кончить не дает. Под самый финал стало мужику больно. И член упал. И простата набухла. Но несимметрично. При этом некоторые пузырьки расширились, да как пылесос всосали еще живого зародыша. Потому тот по мочеиспускательному каналу на той самой простаты добрался. При простатите мужик долго ссать не мог. Мочу через прокол над лобком выпускали. Это и дало зародышу возможность имплантироваться. Через некоторое время опять попадает мужик к урологу. Тот думал киста. А оказалась беременность. Пришлось этому мужику аборт делать по сумме уникально совпавших обстоятельств. Есть еще десятки куда более реальных и очень частых после абортных осложнений. Те, что вспомнил, это так. Ради примеров и хохмы. Не экзамен же по гинекологии сдавать. Полный обзор осложнений простого аборта тут не нужен. Нужно главное. Нужно, чтобы женщина о крайне неблагоприятном повороте событий всегда помнила. Помнила, что теплая радость материнства всегда лучше холодного прозекторского стола. А многодетная, сорок с чем-то летняя и одинокая матери вовсе не дуры. Они заслуживают куда большего уважения, чем бездетные гуляхи. А поздние дети – краши ранних траурных венков. Думаете, что еще один ребенок вас лишит с таким трудом нажитого богатства или радости жизни? Думаете, что он многое от вас отнимет? Что-то отнимет, бесспорно, но даст куда больше. Думаете, что у вас не тот возраст или неподходящие жизненные условия? Денег нет. Или он, оказывается, вас совсем не любит? Так ведь тот, кто вас будет любить крепко, искренне и преданно, уже в вас сидит. Но если вы замужем и с любовью все в порядке, просто самец-семенитель как-то где-то со стороны подвернулся. Да ведь по большому счету наплевать. Соврейте, наконец. Ложь будет почти святая, а биологическое разнообразие можно считать залогом крепкой фамилии. Думаете, сами мужья так и ринутся свое отцовство по ДНК определять? Ха-ха, да оно им меньше всего надо, конечно, если вы не стерва, и разводы не планируются. Главное, не давайте повода об этом думать. А если все куда проще, если жизнь только начата и перспективы лучезарны, ах, ну да, как можно в таком случае все свое будущее портить? В плане будущего вы сравните свою жизненную цель с вполне возможным неблагоприятным исходом по максимуму. И сами поймете, что ошибаетесь. Если записать на листочке все рациональные доводы о том, почему современной женщине детей заводить не следует, а рядом в столбик почему следует, то длина столбцов будет сток одному, не в пользу детей. Наверное, так и вымирают цивилизации, построенные на рациональности. Вообще, о детях надо думать до, а не после, даже если вы их не хотите. Поэтому, особенно при внесемейном спаривании, второе основное правило – контрацепция. Ну, первое, конечно, это все же профилактика кожно-венерических заболеваний, хотя методы часто общие. И в страсти любовные не забывайте, когда подкорка торопится, то кора отстает. Это вроде о головном мозге, но к делу относится.